всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал каштанов reaction сегодня у нас будет немножко необычная реакция это будет реакция на трейлер новой матрицы 4 выпуск ребята да представляете спустя 22 года после выхода 1 серии матрица будет вновь на экране премьера будет 16 декабря я ребята туда по-любому пойду потому что тут это вообще это что-то такое невероятное казалось бы да все было трилогия она закончилась но тут вообще как гром среди ясного неба новая матрица так но ребята все давайте долго не будем затягивать и приступим к просмотру ребята кто не подписался внизу кнопка проходите прожимаете ну и погнали смотреть интересно что там поехали томас вы чем-то встревожены сегодня расскажите что произошло то что мне снится не похоже на обычные сны не он и мы не используем как же ты постарел блин 22 года прошло ребят я так понимаю это очередной очередной новый мир после очередной перезагрузки 3 не сюда блин ребят возраст никого не щадит типа все в телефонах да все в сети сейчас полетаем лана войчевский опять заяц я что-то не понял а ничего единственное что для тебя ваш та же сцена даву с этим зеркалом только по-другому все и никогда не сдашься ты меня не знаешь нет что-то я ничего не понимаю ребята они заново пересняли что ли первый выпуск получается ну да судя по всему обалдеть ребята уже по моему сейчас можно бронировать билеты спустя столько лет вернуться туда где все началось обратно в матрицу вообще ничего не было лица воскрешение обалдеть ребят обалдеть вот это да я так и не понял да вот эти были кадры из первой из первого фильма та же девушка с кроликом те же две таблетки да и тот же та же сцена с зеркалом когда только здесь он проходит через зеркало да а там зеркало как бы ну типа его всего покрыло и ну не мне вам рассказывать я думаю этот фильм видели все абсолютно потому что это реально культовый фильм для своего времени а а здесь да опять же я уже повторяюсь в третий раз по моему спустя 22 года новые технологии новые вообще новый подход к съемкам по любому здесь это будет просто отрыв башки мне кажется а если это еще и и будет аймакс и соответственно 3d и так далее звук но ребята я я вот сказал билеты бронировать и ну я конечно не знаю продаются они или нет но я прямо сейчас после записи этой реакции зайду блин короче по моему так заранее нельзя докупить билеты на за два за три месяца вперед но уведомление себе я по-любому поставлю такой фильм нельзя пропускать в кинотеатре и в дни премьеры это что-то блин что здесь показали да как так как бы с первого раза вообще ничего непонятно опять же я помню когда я смотрел первый фильм я это по моему раза встретивались четвертого я что-то как-то более-менее понял ну ладно со второго с третьего с четвертого я уже там четвертый пятый раз я уже пересматривал просто наслаждался как бы потому что для того времени фильм конечно был просто про про это был прорыв в визуальном визуальном наслаждении я не знаю и здесь до актеры да как круто что актеры все те же тринити соответственно нео да так вот морфеус я так и не понял по моему это другой до актер тот был значительно старше в том время а здесь какой-то молодой тоже знакомы не помню то ли я в каком-то ну скорее всего я его в каком-то фильме видел но сейчас я не могу так на вскидку сказать в каком фильме я его видел но по любому лицо знакомая что здесь также слоу-мода также и взрываются вертолеты они бегут по крыше куча агентов за ними бегает так что тут все будет как сказать в лучших традициях матрицы нео да вот сейчас в своем виде в своем образе у меня конечно же ассоциируется с джонни и выклайн потому что ну как бы уже это вот это вот там по моему три серии их было три части и здесь ну понятно да возраст все дела такая же прическа ну прям один в один джонни вы блин ну прямо вообще вот это да и такое это ощущение да что последнее время с этими коронавирусами по всему миру не было по моему никаких таких громких премьер каких-то необычных фильмов и тут вот такое ощущение как будто бы все это спадает я слышал еще какой-то новый человек паук выходит я его тоже ребят не смотрел трейлер не знаю напишите в комментариях стоит или нет его посмотреть но это я к чему такое ощущение что вот эти вот всякие жесткие ограничения до которые так или иначе связаны с короной они потихонечку ослабевают и и сейчас начали как мы видим до сниматься высокобюджетные блокбастеры которые по любому будут рвать мировой прокат и то есть жизнь по крайней мере хотя бы вот в сфере кино она она потихонечку возвращается в те доковидные времена и это как бы вселяет надежду что ли то что как ну хотя бы понятно да что мир не будет прежним как это сейчас модно говорить до короны но какие-то вот такие моменты они все-таки вселяют оптимизм что хотя бы как-то будет приблизимся к тому уровню что был до короны но опять же только в положительных аспектах вот если и возвращаться до к тому что было то только каких-то таких мировых премьерах концертах и так далее все плохое надо там оставлять так ну что ребят меня трейлер вообще впечатлил я я просто наслаждался к каждым кадром но я не за его надо пересматривать этот трейлер хотя бы еще несколько раз чтобы там понять что там происходит не говоря уж о фильм о фильме ну в принципе так вот если рассудить до матрица в свое время когда она только вышла вот эта вся концепция да то что человек в матрице живет и он подключен всеобщему компьютеру и так далее так далее все это можно сказать во сне проживает это сейчас мы уже по прошествии стольких лет и вот матрица вторая и третья части выходили это уже как бы понимаешь да всю эту концепцию а и вот сейчас когда выйдет эта четвертая часть я думаю все равно будет всем легче потому что все опираясь на опыт старых матриц уже вот эту новую матрицу будут воспринимать более-менее понятно и адекватно что ну что там происходит а на то время это было вообще просто я говорю я раза два или три пересмотрел только потом понял вообще что и как ну понимает и это просто я один смотрел один да я понимаю ну наверное я предполагаю если сразу смотреть в компании да там со своими друзьями или ну неважно и и если ты прямо смотришь фильм что-то какие-то моменты обсуждать обсуждаешь да там можно как какому-то выводу сразу прийти и что-то понять а если один ну не и мне сейчас 35 22 года назад мне было 13 лет так получается да в 13 лет конечно такую супер фантастику с таким непонятным сюжетом там вообще не поймешь и я удивляюсь как я его в третьего раза понял так ну ладно ребята тут уже много наговорили что нам остается остается ждать эту матрицу блин до 16 декабря еще ого-го пару месяцев надеюсь время пролетит это вот как раз таки то случай когда охота чтобы время немножечко ускорилась во всех остальных моментах не пускай она останавливается так ну и все ребята давайте пишите в комментариях все что вы думаете по моей реакции по этому трейлеру пишите в комментариях кто ждет эту матрицу вместе со мной чувствую это будет просто вышка ну все ребята давайте всем пока до встречи